Здравствуйте, с вами Константин Бочкарев, это «Рынки». И в этом выпуске мы поговорим обо всем, обсудим ситуацию в Европе, рецессию, энергетический кризис, рост доходности казначейских облигаций США и вообще ужесточение гренотережной политики стороны ФРС. Также коснемся ключевых тем этой недели, какие самые важные заявления были на ВЭФ или Московском финансовом форуме. Ну и, конечно, в деталях поговорим о российском рынке акций и сделаем это вместе с Максимом Орловским из «Ренессанс Капитал». Максим, добрый день, я вас приветствую. Итак, давайте обсудим текущую ситуацию на финансовых рынках. Ваше видение, как вообще может складываться обстановка на мировых биржах на российском рынке до конца этого года. И вот у меня сразу первый вопрос по ситуации в Европе. Сегодня, тем более, будет встреча в Чехии министров энергетики ЕС, обсуждается потолок цен на газ даже не на российский, а вообще на импортируемый в Европу. Вот на ваш взгляд, как вы оцениваете масштабы текущего энергетического кризиса в Европе? Скромнее он или масштабнее кризиса 70-х годов? И к чему это все приведет? Какие активы могут в Европе пострадать наибольшей степени? И что самое важное здесь? Наверное, это самый серьезный кризис, который видела Европа в послевоенное время. И это все происходит исключительно благодаря действиям политиков европейских. Этот кризис мог быть остановлен в течение недели, наверное. Но пока люди сопротивляются, все будет только ухудшаться. Отказ от трубопроводного газа будет поднимать цены в Европе. И доля этого газа в прошлом году доходила до 40% в потреблении. Поэтому заместить такое количество в краткосрочной перспективе практически нереально. Какие бы потолки ни вводились, это не будет, на мой взгляд, работать. Единственное, к чему могут прийти, наверное, здесь власти, это компенсация домохозяйством, перераспределение доходов, которые получают энергетики в Европе, возобновляемая энергия, атомная энергия, вот эти сверхприбыли изымать и переднаправлять домохозяйством и поддерживать предприятия, которые сильно пострадали сейчас в результате этого кризиса. А какие индикаторы здесь для вас ключевые? И к чему мы готовимся, что европейские валюты к доллару еще процентов 5 легко могут потерять? Что европейский рынок акций, где, в принципе, на этой неделе такая передышка, благодаря озвученным в начале недели фискальным стимулам в поддержку европейским домохозяйствам. Что мы здесь ждем? Еще до конца года еще один виток продаж. Зачем смотреть в первую очередь? Мы сейчас не сосредоточены на зарубежных рынках. Время вносит свои коррективы, поэтому мы в основном инвестируем здесь, в российский рынок, и сосредоточены здесь. Что касается Европы, конечно же, в первую очередь, высочайшие цены на газ бьют по производителям удобрений, бьют по производителям энергоемкой какой-то продукции, цветных металлов и прочее. И высокие цены на энергию, конечно, является одной из причин рецессии в Европе. И не удивлюсь, что евро будет продолжать дальше падать. Если взять происходящее сейчас в США, вот можно, конечно, обсуждать текущую политику ФРС, но если так посмотреть на доходности казначейских облигаций в США, мы сами видим то, что доходность американских десятилеток торгуется уже даже выше тех уровней, которые были осенью 2018 года, когда ФРС испугал инвесторов, и в какой-то степени обвалил мировые рынки акций, мы видим то, что в конечном счете доходность двухлетних казначейских облигаций в США, по-моему, там на максимуме за последние лет 10-15. Вот это жесткая политика ФРС, когда Федрезерв даже признает, что вот борьба с инфляцией на первом месте, если там произойдет замедление экономики, рецессия, то это, ну, как бы издержки, не более того. К чему все это приведет? Что мы видим? Более сильный доллар, снижение цен на золото. Опять же, мы ждем, что американский рынок акций будет ниже. Вы знаете, многие уже события произошли. Еще ставки, наверное, не достигли своего потолка, а мы уже с вами увидели, как цены на промышленные металлы упали практически вдвое от своих пиков этого года. Мы с вами уже увидели, как пошло вниз золото, и как валюты развивающихся стран начали падать, как сильно упали их облигации. Этот тренд, наверное, будет иметь свое продолжение. Мы, наверное, еще увидим определенное количество дефолтов, в том числе среди суверенных заемщиков из развивающихся стран. Наверное, вот к этому все будет идти. Ну и, конечно же, повышение ставок – это в пользу доллара всегда. Хорошо. Максим, а такой еще есть фактор риска, как замедление китайской экономики, в том числе из-за коронавируса? Насколько это большой вызов, опять же, для ценностей? Если вообще посмотреть на ситуацию в Европе, где рецессия, в Америке, где тоже к концу года могут пойти разговоры либо об ухудшении ситуации с корпоративными прибылями, либо о такой жесткой посадке даже американской экономики, ну и плюс еще Китай. Не приведет ли это все к снижению цен на нефть, как это было в предыдущей рецессии? Да, вполне это может быть. И мы с вами уже видим, что рынки пытаются отыгрывать напережение, как обычно, локдауны в Китае, замедление в Соединенных Штатах, замедление в Европе. Фонды начинают распродавать практически все позиции, будь то нефть, будь то промышленные металлы. Единственная проблема заключается все-таки, конечно, в том, что Европа сама отказывается от газа, в результате чего у нас, наверное, сейчас дизелем топить будет, в три-четыре раза выгоднее, чем топить газом. Поэтому мы с вами можем увидеть интересные изменения цен на европейском рынке. Скорее всего, мы с вами увидим то же самое, те же диспаритеты, как нефть и газ в Соединенных Штатах и Европе. Мы точно так же можем увидеть это и по нефтепродуктам, и вот эти разницы могут оказаться намного больше того, что мы видели раньше. Хорошо. А в конечном счете, если все эти факторы риска, которые мы озвучили, в том числе коррекцию цены сырьевод, перенести на российскую экономику, российские рынок акций, последние полгода такое ощущение, что такой декаплинг произошел, что российские рынок акций рубль жили своей жизнью, и, в принципе, конвентура сырьевая для нас сейчас не самая плохая. Что нас ждет в дальнейшем на фоне тех вызовов, которые есть вообще перед мировой экономикой, которые мы только что обсуждали? Декаплинг состоялся де-факто. У нас уже не пересекающиеся, по сути, инвесторы. Мы связаны с вами с международными рынками теперь в основном только через влияние на цены сырьевые, которые мы с вами экспортируем. Нефть, металлы, уголь и, конечно же, газ. Цены на большинство наших продуктов достаточно высокие. Если мы с вами берем металлы, то нефть, уголь и газ – это, если не максимальные цены, то крайне высокие. И здесь мы находимся с вами, наверное, в одном из лучших положений, если смотреть по миру. Что касается, что нас ждет, ну, наверное, мы ожидаем все-таки, что компании начнут платить дивиденд по результатам 6 или 9 месяцев. Это сильно должно поддержать рынок. Мы ожидаем, что компании начнут публиковать в том или ином виде свою отчетность. Это тоже должно поддержать рынок, вселить доверие в эмитентов. Ну и, конечно же, в следующем году мы уже ожидаем, что будут выплачиваться дивиденды не только сырьевыми компаниями, но, скорее всего, и Сбербанк тоже присоединится. И это будет мощнейшая поддержка для рынка. Хорошо, это радует. Кстати, если говорить о краткосрочной перспективе, с понедельника к торгам на московской бирже акциями, допустим, дружественных нерезидентов и нерезидентов, чьи, конечно, бенефисары российские юридические и физические лица. Вот этот фактор, кто-то считает, что на этой неделе он вызвал небольшую фиксацию прибыли на российском рынке акций. На ваш взгляд, как он повлияет на ход торгов в дальнейшем? Может быть, напротив, это оборотов добавит московской бирже? То, что это добавит оборотов в бирже, никто не сомневается. Что касается влияния на рынок, как только вышла эта новость, как только она появилась в новостных лентах, моментально произошел разворот. Мне кажется, что страхи могут быть немного преувеличены, хотя мы с вами все понимаем, что дырочки есть, и периодически из этих замороженных активов что-то просачивается на наш рынок. И поскольку рынок достаточно все-таки еще слабый, это часто сказывается на ценах, и это прямо очевидно, мы это видим. Все-таки нужно не забывать, что акции – это не ОФЗ, где большая часть находилась в российских портфелях, и лишь там около 20% находил не резидентов. Причем не все эти бумаги находились в НРД, много из этих бумаг находилось в Евроклире. Это небольшие значения, плюс это рынок, который эффективно функционирует благодаря процентным ставкам, работающему рынку межбанковского кредитования, РИПО и прочего. Что касается акций, здесь немножко все сложнее. Мы с вами понимаем, что объем замороженных активов вдвое превышает те объемы, которые сейчас находятся у инвесторов. Абсорбировать целиком эту ликвизну крайне тяжело. Сколько сейчас выльется на следующей неделе на рынок, посмотрим. Ввиду того, что очень много всяких ограничений, мы с вами увидим, наверное, какие-то точечные, возможно, прокурсы. Но поживем – увидим. Хорошо, Максим, на этой неделе стало известно, что регулятор вводит ограничения, ну, фактически в перспективе запрет на покупку акций иностранных компаний для неквалифицированных инвесторов. Вот это событие, вот это решение в перспективе окажет какую-либо поддержку российскому рынку акций? Ну, такое импортозамещение произойдет, что многие розничные инвесторы не смогут покупать иностранные акции, ну и, соответственно, деньги пойдут на российский рынок акций. Вот такая история может сработать в ближайшие кварталы? Ну, это небольшие, во-первых, инвесторы. Сейчас не такой уж и порог для того, чтобы быть квалифицированным инвестором. Часто это люди, которые покупали компании, обладающие серьезными мировыми брендами. Может ли «Газпром» заменить «Эппл»? Вопрос. То, что часть этих денег точно окажется на рынке, мы не сомневаемся. Вопрос только, какая доля из этих денег окажется здесь. Хорошо. Максим, а если вообще рассуждать о будущем российских акций, ценных бумаг иностранных компаний в России, что нас ждет? Вот даже если взять события этой недели в ЭФ или, допустим, Московский финансовый форум, на ваш взгляд, какие сигналы мы получили? Сигналы, наверное, все достаточно четкие. Для властей очень важен отечественный финансовый рынок. Очень важно развитие этого рынка. Самое популярное слово, которое звучало вчера, было «доверие», восстановление доверия. Много было интересных инициатив, в том числе связанных с созданием фонда, компенсации инвестиций, которые на данный момент заморожены. Вот это интересная, конечно, вещь. Ну и впервые мы услышали о том, что в России необходимо развивать рынок акционерного капитала, что акционерного капитала не хватает, его крайне мало. Развитие рынка – это то, что как раз нужно и нам. Хорошо. Максим, еще такой вопрос. Вот практически не обсуждалось такое ощущение, что бюджетное правило, возможно, валютные интервенции ни на ВЭФ, ни на Московском финансовом форуме. Что тогда получается? Многие надеялись на то, что, или ставили на то, что пара доллар-рубль к концу года может быть ближе к 70. А вот эти ставки, они не сработают? Что думаете про ситуацию на валютном рынке? Я думаю, что внешняя экономическая конъюнктура для нас, для России, сейчас крайне привлекательная. Вспомните, при этих ценах на нефть, даже не будем говорить о газ, где мы с вами последний раз видели пару рубль-доллар. Все-таки это же были цены еще аж до 2015 года. Это были 30-е курсы. Так что я думаю, что уровень 60-65, вот этот диапазон, это уже хороший уровень для того, чтобы наша экономика работала. Это, можно сказать, подарок для наших экспортеров. Ставить на 70-75, наверное, я бы сейчас не стал. Если брать текущее снижение цен на нефть, на бренд, который мы видели со 100 долларов до ниже 90, рубль даже этого не заметил? Абсолютно. И российские рынки как-то тоже? Давайте так. Да, сейчас мир поменялся, но мы не можем сразу отменить все правила. И если вы работаете на Уолл-стрит и видите, что Китай закрывается, Европа замедляется, Соединенные Штаты замедляются, ставки идут вверх, первое, что вы делаете, вы начинаете продавать позиции на товарных рынках. И нефть – это самый крупный актив. Хорошо. Какие уровни мы смотрим? И так совсем одним словом. Как сильно нефть может скорректироваться? Какой уровень для нас будет критичным для рубля, для российского рынка акций, для экономики? Ну, я думаю, что если нефть окажется там где-то ближе к 60, тогда будет о чем задуматься. Все, что выше – это очень хорошие цены. Спасибо. Обнадежили. Максим Морловский, «Ренессанс Капитал», участвовал в программе «Рынки». Мы обсуждали энергетические кризисы в Европе, ситуацию в США и на российском рынке акций.